Вы знаете, я не смогу бросить камень в сторону мэрии Казани, хотя прекрасно понимаю, что рассерженные горожане, которые до сих пор не могут выехать из своих дворов, захотят поднять меня на лопаты. Несколько дней над Казани и над всей республикой бушевала черная метель Хуарабуран, который способен похоронить все и всех. И надо отдать должное команде из Сурмедшина, они не допустили коллапса в столице, хотя все основания для этого были. Но еще на один момент я хотел бы обратить ваше внимание. Как жители Татарстана объединились перед общей бедой? Нашлись и в Казани, и по всей республике деятельные граждане, которые не стали ждать милости от природы и властей, а просто взяли лопаты и пошли откапывать свои дома и машины из-под снега. Вы знаете, я сам взял в руки орудие труда и с соседями чистил двор и пробивал дорогу от дома до трассы. Хочу поделиться с вами этим чувством единения и сопричастности к нужному и важному делу, которое мы все испытали. И да, еще один положительный итог черного бурана. Все жители, кто вышел на борьбу со стихией, наконец познакомились с соседями, которых, увы и ах, не знали и не видели годами. Оказалось, прекрасные, замечательные люди нас окружают. Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований на прошлой неделе сказал, что нам всем нужно подумать над объединяющей общества идеей после завершения специальной военной операции. Вот же она, простите, эта идея буквально лежит под ногами. Я не про снег, я про то, что трудности нас объединяют, мы способны сплотиться и совместно работать во имя общего блага. И еще, нашему народу генетически присуще чувство сопереживания, участия и взаимопомощи. Просто, как говорил классик, квартирный вопрос нас немного испортил. Мы все забились по скворечникам и немного подзабыли это чувство. Но черный буран заставил нас вместе выйти на улицы. Заставил нас вспомнить, что мы не безликая черная масса, а самоорганизующийся общественный организм, способный на великие дела.